Царю небесный, утешителю души истины, Иже везде сын, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю прийди, вселися вны, И очистины от всякие скверны, И спаси, блажь, души наши. Господь и Бог наш, просим Тебя ради Сына Твоего Иисуса Христа, распятого на кресте, умершего за грехи наши, Благослови эти занятия, Не дай нам уклониться ни право, ни налево От правильного понимания божественных словес Твоих. Благодарим Тебя, Господи, За блаженного фефилакта, который истолковал Божественные слова Твои, Господи. Прибудь с нами и Ты. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Деяние Святых Апостолов, 4 глава, страница 34. Занимаемся по трехтомнику, если у кого есть. Вот такой вот. Итак, Вячеслав, читайте с первого по третий стихи. Когда они говорили к народу, К ним приступили священники и начальники стражи при храме Из Саддукеи, досадуя на то, что они учат народ И проповедуют во Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, Ибо уже был вечер. Толкование. Еще не успели апостолы вздохнуть от прежних искушений И впадают в другие. Никита, позже закрыть? Да. Прежде они оправдываются в народных собраниях И совершают после этого великое чудо. Потом уже после того, как стали смелее, Вступают по допущению Божию в подвиги. А ты обрати взор свой на преуспеяние у иудеев В лукавстве и бесстыдстве. Прежде при Христе они искали человека, Который бы предал его. Теперь уже сами налагают руки, Сделавшись после креста, Дерзновение и бесстыднее. А с ними говорится и воевода церковный. Для того, чтобы такую обстановку придать делу Характер публичного обвинения И выдать его как бы не свое. Так стараются делать они всегда. Так поступали иудеи с апостолами И стерегли их, желая смирить их. Между тем, продленное время Сделало апостолов более неустрашимыми. У кого какие мысли на сей счет? Как это приблизить на сегодняшний день? Сегодня, слава Богу, Никто нас не сажает. Хотя попытки были Привлечения Нас на благовестие. Но милостью Божьей На свободе. Но здесь на что нужно обратить внимание, Что Враги Христовы И враги благовестия По милости Божьей Делаются нам С поспешниками В деле благовестия. Каким образом? То есть Во-первых, слова апостолы Стали еще более дерзновеннее. Они осмелели. Казалось бы, наоборот. Нужно Они Хотели их смирить В тюрьму И думали, что они испугаются. Но Не тут-то было Апостолы С точностью Да наоборот Как они Ожидали Хотели им Загородить уста А уста Открылись Еще с Большей Силою Вот Ну, у кого Какие Мысли Ну Я хочу обратить внимание На то, что они Досадовы Что они Учина Наши рот И поедут За Иисусе И воскресенье И мертвых А почему Они досадовы Потому что Они Всячески Хотели Скрыть Этот факт Стоит Народа А это Было Преимус Их Обречение Волжи Через проповедь Игра Которую Он познат И прямо Он сказал Что это Огни Их Руками Вот так Проявляется Достаточно Отчетную Правду И еще Вот так Роповедь Это Можно сказать Что Слова Которые Считаем Апостол Павел Что Вера Отслышание Отслышание От слова Божия Тут напрямую Как раз И произошло Фактически То есть Апостол Песа Через это Слово Которое Запретило Иудея И всем Кто там был Им открылось Сердце Для верования Илуквировало 5000 Да Хорошее Замечание Потому что Часто Мы сегодня Слышим Я с детства Верующая Там Я как-то Вот Да и бесы Веруют И трепещут Вера Отслышание Слышание От слова Божия Если человек Слово Божие Не слышал Вера Его Неполноценная То есть Он верит В Бога Но написано И бесы Веруют И трепещут А Богу Не верит А как Проверить Верит Человек Богу Или нет Вот На наших Занятиях На наших Самостоятельно Если кто-то Изучает Слово Божие Вот Игнать Тихонович Приводил Пример Я когда Начал Читать И Мне Говорят Проси У Бога Чего Хочешь А у Меня Говорит Работа Была Здоровье Было Что Просить Молодой Парень У меня Веры Нет То есть Он Когда Дошел До деяний До вторые Главы Прочитал Что Стали Говорить На иных Языках Люди Я в это Не верю Ну как Так Это же Надо Учить Вот Он Многими Языками Владеет Он Знает Что Так Язык Допустим Прибалтики Был Латвийский 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 Язык Я сейчас Не могу Засказать Три Месяца Ему Пришлось Положить А тут Внезапно Что О Виктор Мир Тебя Дорогой Рады Тебя Видеть Я Не верю Я Первая Моя Молитва Господи Дай Мне Веры И Как Только Я Помолился Этой Молитвой И Тут Ощущение Такое Верю 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 Я Говорит Что Если Было Написано Что Никита Иону Проглотил Айона Кита Я Б И Этому Б Поверил То Бог Такую Веру Дал Веру Слову Божию А Себя Мы Должны Проверять А всему Ли Я Верю Или Я Ищу Каких Лазеек Оправданий Ложных Толкований Чтобы Своей Боли Угодить А не Воли Божьей Вот Иоанна 8 47 Кто От Бога Тот Слушает Слова Божьи Вы Потому Не Слушаете Что Вы Не От Бога Часто Нам Приходилось Встречать Людей Которые Затыкали Уши Буквальным Образом Мне Встречались Такие Люди Прям Уши Затыкают Я Не Хочу Тебя Слушать Вот Значит Они Не От Бога Не От Бога И Все С Этим Нужно Смириться И Молиться Написано Не Все Войдут С Актия Божьей Мало Спасаемых В это Нужно Тоже Поверить Это Не Значит Что Нужно Опускать Руки И Не Проповедовать И Просто Иной Раз За Свидетельствовал Раз Два Видит Что Человек Не Принимает Но Зачем Лишний Раз Раздражать Тоже Молись Жди Семя Брошено Бог Даст Взойдет Наша Задача Никого Не Переубедить Не Заставить Верить Невозможно Вера Это Дар Божий Наше Дело Засвидетельствовать То есть Сказать А там Дальше Принял Человек Или Не Принял У него Свобода Господь Наделил Его Свободой И Мы Не Вправе Этой Свободой Никак Распоряжаться Но Молиться Мы Об Этому Можем Ревновать Об Этому Можем Кто бы Соблазнялся За кого Бы я Не Воспламенялся Это Уже Увидим Что Человек Неправильно Поступает Можем Как-то Воспламениться Иной раз Даже Кто-то Подумает А что Ты Гневаешься Да Я Не Гневаюсь У меня Душа Болит Переживая Что Ты Грешишь Не Так Поступаешь Вот Ну На Этому Наверное Пока Рассуждение Или У кого-то Еще Что-то По Этому Поводу По Этому Стиху Сказать Есть Что Наложили Руки Вот В темнице Нам повезло Что Среди Нас Есть Человек Который Был За Слово Божие В темнице Вера Его Не Пошатнулась А еще Более Укрепилась По Слову Божие Господь Так Сделал Что Он Теперь Может Говорить Дерзновенно А Что Ему Помогает Быть Таким Дерзновенным Я был В тюрьме И не Отрекся Я Исповедник Ему Церковь Дает Власть Молиться За тех Которые Отступили От Христа Отреклись От Христа И он Может Такой Молиться Теперь За них Потому Что Он Не Отрекся И Он Только Он Знает Как Сложно В тех Условиях Не Отреться И Удивительно Что Петр Когда Христа Распоминали Какая Служанка Сказал А ты Был С ними Какой-то Служанки Испугался Здесь Спустя Какой-то Неопределенный Небольшой Пронжуток Времени Уже Стражники Воины Готовы Тебя В кандалы Заковать Страх Куда Делся Написано Облечете Силою Свыше Свыше И будете Свидетелями Вот Показана Сила Свыше Напрямую Итак Четвертый Стих Михаил Читай Дорогой Многие Многие Слышавшие Слово Уверование И было Число Таковых Идей Около Пяти Тысяч На другой День Все Достаточно Один Стих Сейчас Толкование Потом Дальше Пойдем И нужно Толкование И нужно Же Было Слушаться Тому Случиться Простите Тому Чтобы Те Которые Уверовали Были Из числа Более Немощных Но С поспешиство И о божественном Духом Петрова Беседа Бросила Семя Вглубь Мысли И коснулась Самой Души Их Связали Их Священники Перед Лицом Народа Чтобы И самих Смотревших Сделать Более Трусливыми Но Вышло Наоборот И допрашивали Апостолов Наедине Из Опасения Чтобы Дерзновение Их Не Произвело Влияние На Слушателей Вот Опять Выделено Жирным Что Петрова Беседа Бросила Семя И вот На это Слово Игнатий Тихонович Дает Свой Комментарий Пробежает Как бы На Сегодняшний День Чтобы Слово Божье Заговорило С нами Оно Живо И Действенно Итак Комментарий Притчи Христа Осеятели Были Приняты Учениками Но К деланию К исполнению К сенью Они Приступят Только Тогда Когда Сойдет На Них Дух Святой И Далее До Самой Своей Мученической Кончины Даже Пред Лицом Мучителей И Даже Будучи Прибиты К К К К К Христом Они Непрерывно Бросают Семя Проповеди Их Били Вырывали Языки Как Максиму Исповеднику Но И тогда Чудом Божьим Они Продолжали Ясно И чисто Проповедовать О любви Божией О Любимом Иисусе И Бросали Семя Проповеди В толпу Рассуждая Об Обратном Порядке Мы Можем Сказать Что Если Уверовавший Во Христа Человек Не бросает Семя Проповеди Не несет Труд Благовестия То Этим Самым Он Противится Духу Святому Но И на Этой Ступени Нарушая Прямое Указание Христова О проповеди Он Не может Остановиться Но Становится Противником Проповеди Этому Искусству Сетеля Нужно Учить Непрерывно И дома И в церкви И за столом И в пути Второзаконие 6.7 И внушай их Детям твоим И говори о них Сидя в доме твоем И едя дорогою И ложась И вставая От этого Зависит Наше Вечное Спасение Кто Не сеятель Тот И не спасется Лука 12.8 Сказываю Живам Всякого Кто Исповедует Меня Перед Человеками И Сын Человеческий Исповедует Перед Ангелами Божьими Если Человек Уверовал Во Христа И Сделался Обиталищем Духа Святого То Он Не сможет Молчать О жертве Христовой И о Страданиях Ангца Божия Даже Под Угрозу Смерти Он Все Равно Будет Бросать Это Семя Любви Иеремия 20 Глава 9 И подумал Я Не буду Я Напоминать О нем И не Буду Более Говорить Во Имя Его Но Было В Сердце Моем Как Бы Горящий Огонь Заключенный В Костях Моих И Я Истомился Удерживая Его И Не Мог Что Тут Еще Добавить И Сказать Часто От Людей Слышишь А Это Мне Не Дано А На Это Нужно Учиться А Я В Другом Деле Себя Могу Проявить Что На Это Сказать Кто Не Собирает Со Мною Тот Расточает Игнать Тихонов Здесь Тоже Говорит На Это Место Берет Что Кто Не Сеет Тот Противится Кто Не Собирает Тот Расточает А Иначе Почему Не Сеет Да Володя Говори Я Хочу О Себе Пример Привести Я Уже На Занятиях Говорил Но Не Знаю У Нас Потому Что Давно Было В Том Году Что Я Сам По Себе Стеснительный Был Человек А Когда Он Веровал Стал Молиться О Том Чтоб Господь Дал Это Дерзновение Нести Слово Ивангельское Людям Сидящим Встречающим Меня На Пути И Господь Так Настойчиво Был Своей Молиции Что Господь Дал Дерзновение Вплоть До Того Что Я Уходил По Поездам И Проповедовал Из Вагона Вагон Это Был Короткий Промежуток Но Он Был Яркий Такой Всплеск Именно Вот Этой Благодати Божией То Если Человек Молится Желание Огромное Господь Поверь Ваше Это Будет Вам А Если Ты Сомневаешь И Притом Не Хочешь Этого Дара Получить Потому Что Ты Осознаешь И Так Дарья Вот Как Мы Недавно Ко Днему Говорили Я Приводил В среду Пример Он У меня Тоже Укорил Будучи Всего Православного Который Считает Мужчина Что Вот Вы Тут Лезете К нам Не Лезь К нам Говорит Типа Замолчи И Все Православные Не Проповедуют Вот Такой Смысл Хотя Вот Вижу Например Мне Понравилось Катя Тинникова Написала Тогда Что Они Где-то Проповедовали Там Ходили Хорошая Статья Может Она Тоже Что То Могла Привести К Пример Рассказать Как У них Там Прошло Все Не Побили Вас Катя Там Не Это Помедленнее Говори Или Микрофон Подальше Связь Чего-то Плоховато Не Три Не Сейчас Получше И Помедленнее Говори А то Связь Запаздывает Ну В общем Ходили мы С Священником Руководителя Тоже Потрясывать Но Я Не Могу Наскать Это Благовести Потому Что Мы Не Поверили Слов Божие Не Поверили Легкости А Поверили Русти Потому Что Надо Причащаться К Некрещеный Турник Отпустица И Все Больше Ничего Но Это К сожалению Катя К сожалению Не Тоже Тут Надо Прямо Христе Говорить То есть Вы Звали Людей В Храм Вот А В Храме Молчание И Тлен Иной Раз Мы Видим Поэтому Да Благовестием Это Конечно Сложно Называть Приглашали в гости Мы Не Оставались Мы Оставались Мы Могли Беседовать А Мы Это Все В Путере Оставались Ну Тоже Тоже Не По Писанию Вот Мы Кстати Тоже Когда Ходим По Квартирам Не Заходим Нам Даже Запрещено Заходить Но Писание Говорит Если Вас Принимают Оставайтесь В Доме Тон У Тоже Маленькая Нестыковка Но У нас Другая Как бы Цель Мы Приглашаем На Беседу И Беседа Это Состоится И Нам Нет Смысла Беседовать Там Если Человек Захочет Он Придет На Беседу Зачем С каждым Беседовать А Если Бы Как Апостолы Проповедовали Они Не Назначали Беседу То Они Сразу Проводили Беседу На Месте В Принципе Большой Разницы Нет У Вас Вы Ходили По Квартирам И Вы Тоже Приглашали В Храм Да И Получается Кать Прослушала Вы Тоже В Храм Приглашали Когда По Квартирам Ходили Людей Или Что Вы Там Они Вас В Гости Приглашали Зачем Угостить А Вы Почему Не Оставались Что Вы Говорили Визитку Оставляли Какую То Или Что А На Листовке Что Там Было На Листовке То Призыв К И Причастию Там На Листовке Был Но Прежде Чем Исповедоваться И Причащаться Нужно Знать В чем Исповедоваться Знать Что Такое Грех То Что Люди Зачастую Я Сколько Встречал А я Говорит Не Грешу Сидит Материца Курит Не Грешу Вот Это Да А Вот Недавно Благовестие Было Возле Храма На Спартаке Как Обычно Женщина Остановилась Как Вам Не Стыдно Возле Храма Творите Такое Ну А я Евангелие Раздавал Ну Там Устыдило Меня Я Говорю Вообще Говорит И потом Потом Она в магазин Ушла И на обратном Пути Идет А я Еще Там Стою Уже Прошло Минут Двадцать Как На Евангелие На евангельский Кружок Баптист Приходило И Пару Рождение Свыше Там О Вере И Мы Вместе Чтобы Изучать Стих Начали Дискус Дискуссив А Несколько Это Баптист Приходил Кто Победил Кто Победил Бой То Хоть Был Отставил Каждый Свою Веру Или Или Нет Верн 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 Мы Еще Договорились Верн Верн Значит У нас Там Понимаете Еще Были Сестры Так Многие И Они Вообще Ничего Не знают Они Были Некакого Она Была Спасена Я Господь Меня Простите Прошу Началась Среди них Боя Как Мы Будем Подчать Ну Светы Что Нас Начали Такая Боя Счастливая Среди них Начали Серфин Рисороскоп Проводить Бабушки Ну Чем Серфин Прост Катя Подожди Секунду Вы Все Ее Хорошо Слышите Или Очень Плохо Тогда Катя Извини Ну Связь Связь Плохая Процентов 70 Только Слышим 30 Вылетает Поэтому Не будем Друг друга Мочить Ну Как-то Может С микрофоном У тебя Что-то Может Я не Микрофон Подальше От колонок Надо Просто Микрофон Подальше От колонок Тебе Нужно Поставить Сделай Это Попробуй Может Быть Охота Тебя Послушать Ну Невозможно Не Слышно Плохо Слышно Я думал Может Другие Думаю Смотрю Так Внимательно Слышат Оказывается Они Тоже Ничего Плохо Кать Извини Можно Но Сложно Через Слово Но Ребят Не Годится Давайте Тогда Лучше Время Будем На Другое Тратить Кать Извини Да Деяния Святых Апостолов Четвертая Глава С пятого По Десятый Стих Юля Читай Другой Собрались Начальники И старейшины Книжники Иоанна Первосвященник Иоанн И Александр И прочие Из родов Первосвященнические И поставили Посреди Спрашивали Какую силу И каким именем Вы сделали Это Тогда Петр Исполнив Сесть Духа Святого Сказал Начальники народа И старейшины Израильские Если от нас Сегодня требуют Ответа Благодеяния Человек Немочного Как он Искрен То да будет Известно Всем вам И всему Находу Израильскому Что именем Иисуса Христа Назарей Которого Вы распряли Которого Бог Воскресил Измер Им Поставлю Дух И Вами Здрав Все Ну Тоже Связь Не совсем Хорошая Лучше Всех Я Вячеслава Слышу Почему А остальные Все Побулькивают Меня Хорошо Слышно Что-то Колокольчик Да 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 Потеряевка Хорошо Слышно Нет Потеряевку Хорошо Да Ждите Может тоже Вам слово Дадим Сказать Толкование Ну-ка Тогда Виктор Прочитай Толкование На 4 На 5 10 Кроме Других Неправ По Отношению К Апостолам Они Князи Старцы Книжники И архиереи Иудейские Не соблюдали Даже Требований Закона Обрати Внимание Хотя На множество Архиереев Между Тем По закону Должен быть Один Пока он Жив И на этот Раз Придали Делу Форму Суда Чтобы Потребовать Апостолов К ответу Пред Неправедным Судом Разузнавали Какой силу Или Каким Именем И Однако Сами Знали Потому Что Задержали Апостолов Вследствие Того Именно Что Тяготились Проповедю Их О воскресении Во Христе И так Для чего Допрашивают Они Ожидали Что Апостолы Убоявшись Суда И Множество Откажутся От своих Слов И Думали Исправить Этим Все Дело Потому Что Посмотри Как Коварно Спрашивают Какую силу Или Каким Именем Вы Сделали Это Да А Вы Живали Чтобы Апостолы Провозгласились С лени Делом Своим Чем Делом Силой Крестовой Но Посмотри Какое Затруднение Ставили Они Апостолов Они Не хотели Даже Чтобы Произнесено Было Слово Исцеление Хромово Потому Что Почему Же Они Не Говорят Что Именно Замечай Какая Философия Там Где Требует Нужда Петр Очень Укоряет Их Так Он Назвал Их Почетными Именами Но Когда Приступил К самому Делу Тогда Уже Не Отступает От Подопающего Обличения После На По поводу Таковых Дел Они Всегда Испорили В суде И Выходили Не Радуясь А что Он Говорит Так Это Вот Что Скорее Следовало Пенчать Нас За Это И Провозгласить Как Благодетели Что Вы Выслушали Ушами О том Проповедуйте По Домам Имя Иисуса Христа Назария Не Подумайте Говорит Что Мы Вскрываем Отечество Его Нет Мы И Отечество Объявляем Этого Мало Мы И страдания Его И Воскресения Проповедуем Которого Вы Распяли Произнес И такое Слово Которое Способно Было Устрашить Иудеев Потому Что Как Ты Думаешь Какой Удар Наносится Им Этими Словами Вопрос Да Ну И Вот Опять Выделено Жирным Воскресение Проповедуем То есть Игнать Тихонович Берет места Блаженного Фефилакта О том Что Он Часто Говорит О необходимости Проповеди И Игнать Тихонович Выделяет Жирным И комментирует Выделяет И комментирует И многие Священникам Эти слова И комментарии Не нравятся То есть Он говорит Вот если бы Не было бы Этих комментариев Мы бы Издали бы Этот трехтомник Но тогда Было бы Ну что Они бы Опять стояли И появились А тут прям Жирным Проповедь 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 Проповеди В храме Нет Люди Не обращаются То есть Душа болит У человека За это Вот Итак Еще раз Поговорим О необходимости Проповеди Главная проповедь 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 О победе Христа Над дьяволом Христос Воскрес Были у Христа Ученики Которые В течении Всего Этого Года Эти слова Использовали Как приветствие Христос Воскрес Проповедь О воскресении Отличает Христианство От всех Религий Мира Бывших И существующих И грядущих Самый страшный Враг У человека Смерть И окончательная Победа Над ней Будет только На страшном Суде Но духовно Она уже Одержана Христом На Голгофе И при Его воскресении Читаем 1 Коринфянам 15 глава 54 стих Когда же Тленное Сие Облечется Внетление И смертное Сие Облечется В бессмертие Тогда Сбудется Слово Написанное Поглощена Смерть Победою Истомленные Тяготами Войны Протерпев Неисчислимые Потери С каким Нетерпением И надеждой Люди Ожидали Окончания Войны Оставшиеся В живых Свидетели В своих Воспоминаниях Все доедино Воспоминают Как они Услышали Весть О победе И какое Чувство Радости Торжества Охватило Их даже Среди ночи И верующие Во Христа Постоянно Не свидетельствуют О победе Иисуса Над дьяволом Ай Простите Если верующий Во Христа Постоянно Не свидетельствуют О победе Иисуса Над дьяволом О его Воскресении Из мертвых Не рассказывает Другим О своем Обращении Ко Христу Когда Господь Лично в нем Одержал Победу Над злом То это Говорит Только о том Что человек Не пережил Всего Трагизма Своего Поражения Не ощутил Страдания Своего Рабства Греху И потому Не ликует По случаю Своего Освобождения Из плена Не торжествует От того Что Спаситель Одержал Победу Над сатаной И в нем Мы И страдания Его Исповедуем И Воскресение Проповедуем Вот какие Замечательные Слова По милости Божией Я испытал На себе Эту победу Победу Над грехом Победу Над страстями Похотями И Спокойно Могу Говорить Да я был Таким То Таким То Сейчас Не буду Свои грехи Перечислять Но я Теперь Другой Я Не тот Что Был Прежде Христос Воскрес Одержал Победу Над дьяволом И силу Его Я Одержал Победу Над грехом Я могу Я могу Спокойно Засвидетельствовать Без стыда Я Был Таким Житие Святой Екатерины По моему Лена Тебе Скидывали Там Одна Женщина Называла Себя Я Была Женой Всего Мира Она Не стыдилась Открыто Об этом Говорила Почему Она Не хвалилась Своими грехами Она Хвалилась Победой Христа Была Ключевое Слово Была Ее Хотели В этом Как-то Что-то Устыдить Улечить То Что Мне Мне Не стыдно Я Была Я Омыта Кровью Христовой Все Я Была Теперь Я Не такая Я Новая Тварь Во Христе Вот И когда Торжество Православия Пасха Когда мы Все Ликуем Встречаем Друг друга Говорим Христос Воскрес Какая радость На лицах Вспомните Сеночное Обдение Приветствия Пасхальные Как все Люди Радуются Победе Вот А кто-то Кощунствуют Над этой Радостью Говорят Да что Вы Каждый день Празднуете Победу Как будто Вы не знаете Что Христос Воскрес Сектанты Какие-то Такие Кощунники Христос Воскрес Да мы Это Давно Уже Знаем А вы Только Что Узнали Что Ли Как Так Кощунствуют Над Нашей Радостью Даже Такое Было Испытал На себе Ну а что 9 мая Пример Празднуем Каждый год Как раз бы отпраздновали Да еще что его праздновать И так понятно Что Нет Память Память о победе Над врагом Там победили Фашизм Такая радость У людей А здесь Смерть Побеждена Смерть Смерти нет Слава Христу Продолжим Или кто-то Еще что-то Хочет Михаил Пожалуйста Ну все Спасибо Как Я знал Уже толкование Я просто Добавить хочу Что Иисус Христос Пророчество Его И поведут вас Правителям И царям За меня За свидетельство Предними Язычниками Когда же будут Придавать вас Заботи Как И что сказать Ибо в тот час Довно будет вам Что сказать Ибо не вы будете Говорить Что сказать Что сказать Задолго Отхода вашего Будет говорить Вас То есть Задолго Додого Это событие Господь уже Сказал Что Двух святой Будет Именно через это Ну как Говорить Смело Смело Это Непостояние А я сейчас Вспомнил Как тебя Забрали В Барнауле В милицию В машину Посадили Тебя же Да Да А я стою На улице И полицейский Стоит Молодой Я ему Со всей Смелостью О Христе О безобразии Там по-моему И президента Даже нашего Обличил Ну что-то Прям такое Дерзновенно За что Они могли бы Меня Тут тоже Укатать Как говорится Нет Господь дал Дерзновение И вот Дух святой Побуждает Именно В моменты Гонений И Слово Божие Сбывается Испытываем На себе Читаем Радуемся Что да Так написано Так и есть Значит В сии Есть Истина И вот Когда сейчас Нет Гонений Такое Вот Беспечное Такое Состояние Такое Сонливое Вот Но Недаром Есть такая Поговорка Затишье Перед Бурей Вот Мы По милости Божией Это время Благодатно Используем Кто Как может По силе Своей Вот Кто-то С нами Идет На благовестие Воскресенье Кто-то В интернете Трудится Людей Кто-то Вот Занятия Вот Проводит Кто-то Кто-то Вот Благовестие Идет К сожалению Что-то Хотелось бы Чтобы Новые Люди Были Вот А вот Сейчас Смотрю Опять Костяк Есть А Нового Ничего Нету Надо В интернете В интернете Трудиться Юля Хочется Благодарность Выразить Она Столько Вот Людей В этом Году 12 Человек Новых Крестилось Вот 11 По-моему На Ее Счету Да Юля Нет А Сколько Ну 10 Или 9 Ну Не Скромничай Ну В общем Потрудилась Ну Твоя Работа Была Большая Была Проведена Работа В интернете Чего Уж Не Скромничай Все Об этом Знают Вот Скоро Будет Следующий Год 2016 Будет Ли Он Таким Же Урожай От Нас Зависит Слава Богу Если Вопросы Задают Значит И Просят Даже Время Перенести Люди Есть Жаждущие Есть Нужно Молиться Я Всегда Молюсь Господи Пошли На Моем Пути Людей Жаждущих Слышать Слово Я Переполнен Знаниями Пусть Они Не Всегда Их Там Иногда Заблуждаюсь Ошибаюсь Человеку Свойственно Ошибаться Но Я Искренне Это Делаю Искренне Ища Бога Потом В этом Каюсь В своих Заблуждениях Потом Опять Беру Искренне Исследую Сообща С братьями Находим Правильное Толкование Ну что Продолжим Деяние Деяние Четвертая Глава Одиннадцатый Двенадцатый Стих Леночка Читай Нет Стоп Четвертая Глава Одиннадцатый Двенадцатый Стихи Аминь Все Сейчас Толкование Прочитаю Слышали все Нормально Повторять не надо Связь Вроде Хорошая Да Итак Толкование Таков То есть Тщательно Испробован Тот Камень Который Стал Главой Этих Двух Сплоченных Через него В одно здание Церкви Народов То есть Уверовавшего Народа Иудейского И всего Уверовавшего Язычества Здесь Возвещаются Уже И высокие Истины Да Как только Настал Час Научить То и Пророчества Обходят Апостолы И когда Наступало Время Говорить С дерзновением Тогда Они Излагали Уже Одни Свои Мысли Потому Что Когда Не было Ничего Такого Чем Бы Можно Было Подействовать На Слушателей С целью Исправления Их Но Когда Следовало Смело Возвестить Истину Тогда Апостолы Уже Не Щадят Известно Говорит Всем Что Не нам Одним Даровано Это имя Но И Всем Так Как Иудеи Признавали Воскресенье Но Поверхностно И Детски То есть Признавали Воскресенье Но Детски Интересно Как То У нас Одна В лагере Девочка Была Шадрина У него Ольга А вторая Как Валентина Валентина Вот У них Меня спрашивают Ну ты Говорит Верующая Или нет Она Глаза Опустила Наполовину Вот Наверное Вот От этой Детской Веришь Что ли Говорится То есть Они Вроде Верили Воскресенье Иудеи И В то же Время Ну Надо Было Их Не щадить Чтобы Ну как Я Сам На себе С Человеком Разговарив Ты Веришь Что Христос Воскрес Верю А ты Веришь Что Ты Воскреснешь Сразу Тишина Гробовая Такие Видно Что Человека Мозги Закипают То есть Он Не Может Сказать Что Он Верит В Своё Воскресенье Его Не Проходили Он Этого Никогда Не Слышал Ну Кого Далина Говори Есть Еще Такие Веришь Да Ну Как Веришь Человеке Сам Себе Что То Изменилось Посмотрит На Другого Верующего Вот Он Омылся Покрестился Стал Совсем Другим Человеком А его Все Туда В грязь Кидают Думают Что Все Что Тот Стал Стал Амин Вот Это Есть На Поверю Лена Это Наверное Камень В мой Огород Омылся В крещении Это Не Значит Омылся От Грехов Омылся От Грехов Это Когда Человек Перестал Их Совершать Если Человек Крестился А живет Прежними Грехами То Он Называется Свинья И Перед Такими Свиньями Не Мечите Бисер Говорится Понимаешь Человек Который Называется Братом А Остается Блудником Или Другие Это Страшный Конечно Грех С Таким Написано И Не Есть Вместе Вот Поэтому Я Сказала Совсем Так Про Что Человек Видит В себе Извиня То Что Брат Или Справец Он Не Верит В Это Постоянно Напоминает Да Напоминает Он Может Быть По Любви Потому Что Почему Ну Да Святые Отцы Часто Говорят Мы Часто Видим Человека Согрешающего Но Не Видим Человека Кающего С То Если Это Мысль Тогда Я С С С С С С С Видим Человек Человек Изменяет Похвалить Поддержать Его Начинают Дальше Обличать Но Обличать Хотят Чтобы Он Дальше Потому Что Совершенству Нет Предела Христос Будьте Совершенны Так Отец Совершенны То Есть Людей Совершенных Не Бывает Один Господь Спять Но Стремиться К Этому Совершенству Мы Должны И Сами И Других Помуждать А Когда Человек Омылся В Крещении Не Думают Я Уже Омылся Мне Ничего Не Надо Мне Больше Меня Не Пожалуйста Не Оскорбляйте Не Обличайте Я Уже Промыты Это Тупиковая Ситуация Человек Возгордился Я Окрещен И Я Спасенный Это Сектантский Дух Дух Самообольщения Дух Самовлюбленности Дух Самомнения Это Вот Чего Надо Бояться Тоже Нет Когда Им Не Дают Возможность Дум Это То Что Мы Велимся Будущее Когда Они Просто Перекрывают Все Ты Остарьешься С тем Что У тебя Немножко Чего Тебе Нужно Дать Конкретно Что Какой Пример Я Так Что Так Оргрую На Оргрую Ну Если Человек Продолжает Греши Значит Он Не Умер Для Греха Ему Напоминают А Ты Грешишь Когда Человек Я говорю Брат И Сестру Дух Бог Про Себя Он Смеряет Себе Что Он Умер Другому Он Не Хочет Именно Прокающихся Человек И Растущего Вот Про Что Я Говорю Про То Что Веры Нет Она Наполовину Себя Есть А Брат Сестру Нет Давай Михаил Которые Оставались В том Положении В котором Он Недавно Был Янец У него У людей Покаяние Было Ну А Как Сам Он Гордился Небрян Ну И Что Получилось Потом Он Опять Запил Еще Боже Что Глубину Яну 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 Смерть Наш Морок А Начало Она Будет Хороший Положенный Нет Я Про Другое Говорила Я Про Другое Сказала Ты Говорила Что Неки Видят Это Кто Другие Как Неки Покаяния Значит Ну Это Он Не верит Он В себе Он Думает А Другой Думает Что Он Такой Жен Остался У Небу Нету Небрян Ты Как Сергей Вот Этой Я Про Которого Человек Пожаловал Он То же Самое Он Про Тебя Поверил Облегчение Включил Вроде Перестал Бить Ян Ну Это Напоминает Мытаря И Фарисея То есть Мытарь Приходит Он Грешник И говорит Господи Будем Мне Грешнику То есть Он Свои Грехи Он Даже Боится Взгляда Поднять На Небо А Фарисей Он Говорит Благодарю Тебя Господи Он Тоже Молится Что Я Не Такой Как Этот Мытарь Пощусь Два Раза В Неделю Не Пью Не Курю Все Не Написано Что Этот Мытарь Вышел Более Оправданным А Златоуст Свои проповеди О злословии Говорит Что Как раз Этот Пример Проводится Что Злословие Мытаря Фарисей Потерял Все Да То есть Речь О злословии То есть Когда Мы Увлекаемся Чужими Грехами И Обсуждаем Их С Другими Вот То Есть Вероятность Что Мы Забываем Про Свои Вот И Только Этим Мы Занимаемся Что Сплетни Собираем Злословие Это Сплетни То есть Собрались Бабки Всех Перекастерили Всем Кости Вот Бревнище Такие У всех В глазах Что Даже И забыли Про Эти Что А бывает Еще Такое Что Наоборот Человек Действительно А что Рабами Девят А Него Поверили Да Человека Надо Надо Поддержать То Есть Тут Должна Быть Поддержка Написано Вы Сильные Сносите Немощи Бессильных То Есть Когда Человек Сильный Верит Допустим Вот Этот Фарисей То Он Тоже Он Извините Меня Не Грешит Его Тоже Написано Он Тоже Был Оправдан Но Мытарь Та Было Правда Более Вот Фарисея Что Сгубило Что Он Вместо Того Чтобы Подойти К этому Мытарю И Как То Поддержать Его Сказать Друг Не Отчаивайся Я Тоже Был Таким Но Фарисея Может Он Не Был Таким Же Может Он С Рождением Уже Родился В Верующей Семье Его Ко Не Воспитали Потому Что Написано Кому Многое Прощено Тот Много Любит Ты Говорит Воды Мне Даже Не Дал Помните Такое Место А Она Не Перестает Слезами Вытирать Ме Ноги Грешница Ну Я думаю На этом Остановимся Пойдем Дальше То есть Мысль Понятна Лена Спаси Христос Еще Хотел Сказать Депутат Мне Кажется Перестают Сидеть Наркоманы А потом Что получается У них Это Презрение Сквозит Православное Которое Допустим Да Они Видят Что Крещеные Ооо Православные Там Сил А я Не Такой Да Совершенно Верно Да Да То есть Вот Чего Надо Духа Превозношения Над Другим Одно Дело Когда Ты Его Обличаешь По Любви Желая Чтобы Он Исправиться Нужна Тут Тонкая Грань В Обличении И В Осуждении Иногда Человек Которого Обличают Вместо Того Чтобы Поблагодарить За Намерение Он Не Знает С Какой Цель Его Обличают Ему Кажется Что Его Хотят Оскорбить И Осудить Тем Более Покаялся Ему Обидно Что Он Столько Сил Приложил В Борьбе С Этим Грехом А Его Говорят Да Ты Еще Тот Ж Но Я Говорю Пример Жития Святых Когда Эту Женщину Хотели Думают Сейчас Мы Расскажем Всем Какая Она Да Я Была Женой С Мира Всего Мира Не Просто Два Раза Мужу Изменила Чего Ты Подумаешь Ерунда Какая Всего Мира Она Блудила И Она Во всю Эту Открытую Заявляет Она Этого Не Стесняется Вот Там Истинное Покаяние Все Этот Грех Противен Она Легко Об Этому Говорит Да О них Чего Они Верующих Рассказывают Они Ее Привели На Распятили Там На Что Если Им Было Прощено Они Обвиняли Да Им Не Было Прощено Они Ее На Распятили Жития Читай Внимательно Они Неверующие Они Гонители Ее Были И Она Гонителей Не Испугалась Здесь Сейчас Читаем Гонители Не Испугались Гонители Их Гонят Они Не Хотят Их Слышать Они Хотят Убить За проповедь О воскресении О Христе И они Говорят С дерзновением И Эти Гонители Постоянно Говорят Они Вина Напились Они Алкаши Они Там Безумцы От Гонителей От Неверующих Идет Это И Что Они В ответ Ой Ты Меня Оскорбил Я Требую Суда Кесарев Да Нет Они Проповедовали О Христе И Все Оправдывались Как Правда Потому Что Мы Дрешнее Чем Брат Чем Брат И Сестра Заглянем Что Вышло Молодой Зал Что Не Вышло Что Еще Остается Если Казнуть Каждого Из Нас С Чем Мы Боремся И Разве Можем Принять Кого То Когда Нас Надо Рассказать Рассказать О том Что Как Тебя Бог Как Специально Я Допустим Чем Думал Бог Прил Покаяния Я Могу Теперь Поделиться Этой Что Я Забыл Грешник Не Меньше Чем Ты Забыл Ну Одна Прил Любой Грешник Приходящий К Покаяния Да Понят Лене Притесного Он Ищет Тих К К К К К К К Грех Мучитель Вот Дбавиться А Драк Чисто История Можна Тоже Продолжаем Деяние Четвертая Глава Тринадцатый Четвернадцатый Стихи Михаил Читайте Видя смелость Игра Иоанна И принятия Что они люди Не книжные И простые Они удивлялись Между тем Узнавали И Что они Были Иисусом Видя же Исцеленного И человека Сотягчивость Ничего Не могли Сказать Будь Толкование Возможно Быть И неграмотным Некнижным И непростым И простым И небезграмотным Но тут Совпадало То и другое То есть И неграмотность И простота Поэтому Иудеи И удивлялись Когда Петр И Иоанн Говорили И ораторствовали Потому что Когда они Были с ним Потому что Тогда они были с ним И видели Иудеи Тогда их Смиренными И Вничиженными И это Именно То есть Неожиданная Перемена Особенно Поразила Их Потому что Тот Кто Тогда Не мог Снести Взгляда Вопрошавшие Рабыни Тот Теперь Приходит В среду Самих Архиереев И в Синедрион И говорит С дерзновением Речь О Петре Когда Христа Распинали Я уже говорил Какая-то Рабыня Ты был с ними Он рабыни Испугался А здесь Архиереев Не испугался И вот Игнатий Тихонов Выделяет Говорили И ораторствовали То есть Апостолы Говорили И ораторствовали Безбоязненно И коли Эта книга Есть Деяния Святых Апостолов То Мы должны Этой книге Подражать И Комментарий Смысл Всех Выступлений Апостолов Был один Христос Воскрес Из мертвых Спасение Только Во Христе Деяния 4.12 Ибо Нет Другого Имени Под небом Данного Человеком Которым Надлежало Нам Спастись 1 Коринфянам 2 Глава 2 4 5 Ибо Я Рассудил Быть у вас Не знающими Ничего Кроме Иисуса Христа И Притом Распятого И Слово Мое И проповедь Моя Не в убедительных Словах Человеческой Мудрости Но в явлении Духа И силы Чтобы Вера Ваша Утверждалась Не на мудрости Человеческой Но На силе Божьей 1 Коринфянам 1 17 Ибо Христос Послал Меня Не крестить А благовествовать Не в премудрости Слова Чтобы Не упразднить Креста Христова Сколько Пишется Сегодня О выступлениях Иерархов Священников На различных Конгрессах Съездах Форумах Ипархиальных Собраниях Сколько Они ораторствуют О духовности О традиции О возрождении О храмах Но Не о рождении Свыше Не о любви К Богу Всем сердцем Выступления Сегодняшних Ораторов Отличаются От проповеди Апостолов Как Земля От неба Трудно С этим Не согласиться Вот Единственное Утешение Что Священники Все более И более Стали Говорить О Христе Может Сказывается Вот это Вот Еще давление Коммунистической Власти Вот это Вот Запрет Безбожных Властей Сотрудничество С ними Нераскаянность В этом Сотрудничестве Я говорю О декларации Митрополита Сергия Вот Но Времена Меняются И я думаю Меняются В лучшую сторону Все чаще И чаще Мы В интернете Встречаем Священников Которые Благовествуют Говорят о Христе Говорят правильно Вот И это радует Но Есть же И священники Которые Говорят Неверно Полуправду Говорят А полуправда Хуже лжи Почему Потому что Многие Начинают Ей верить Что правда 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 Верят 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 Потом раз А здесь Неправда И люди Проглотили Поверили Какому-то Заблуждению Вот что Страшно Поэтому Нам самим Нужно Быть вооруженными Не Так вот Ну На слово Верить Всем проповедям Священников А сверять Кирилл Иерусалимский Говорит Если мое слово Не сходится с Библией Не верьте мне Я вам говорю Вот если я говорю Что не сходится Не верьте мне Потому что я могу ошибаться Могу втолковать Не верьте Не сходится Не верьте Что я люблю Слово Божие Я хочу Чтобы Без моих Установ Правильно С правильным Пониманием С правильной Интонацией Доходило До ваших Ушей Я сам Должен через себя Прежде всего Это пропустить Тогда Да Как-то тоже Вот Игнать Тихонечко Ну вот Мужчина Один его Выслушал Он конечно Проповеди Не поверил Но он сказал Вот я верю Что вы веруете Вот То есть Вот Таким вот чувством Когда человек Читает И Тот может быть Человек и не верит В то что он говорит Ну то что тот верит В то что он уверенно говорит Потому что через себя Пережил через все Вот А когда человек Сам не рожденный Свыше Сам не пережил Ну как такому человеку Могут поверить Конечно Конечно он будет говорить И без дерзновения И с каким-то Состеснением И Вот Но Господь все делает К тому чтобы Поверили нам И написано У веровавших Будут сопровождать Сие знамения Будете исцелять больных Вот Куракин Алексей Тогда говорит А почему нету В православии Что вот Исцелять Да как же Лешенко нету Есть Я вот Живой пример Смертоносное То что выпить Не повредит Не повредит Вот Везде пишут Колбаса Яд Я перекрещу Мне не вредит Говорят Химия Химия Вода Говорят Из-под крана Пить нельзя Налил Перекрестил Выпил Живой Слава Богу И не болею Слава Богу Помоги Господи Чтоб никогда не заболел Ну Михаил Михаил Пожалуйста Я прошел поделиться Я прошел поделиться Меня поражает Удивляет Какой Солнце Божий Как Бог Ведет Своих людей Вот смотрите Апостол Петр Идет Сианом 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 Скорее конечно Силы И проповедь Петра Если бы не было Исселение Этого Самого Она бы наверное Такого Воздействия Не возветмела бы Что обратилось Петра Человек И Что В конце концов Даже Первые священники Начальствующие В народе Не могли им Ничего сказать Бутрики Ну а я еще Обратил внимание Это почему Они не могли Сказать Вопреки Потому что Дела У них Были Добрые Да Но доброе Дело Они сделали Конечно Доброе Чудесное Да Сверх доброе Так скажем Вот Но тем не менее Находились люди Говорили Вот есть Шесть дней Втихо Исцеляете И Господь Возрел С гневом Помните На этом Он говорит Суботу Должно Нужно Добро Делать Или зло И они Молчали И здесь Тоже Молчали Потому что Когда Человек Хоть он и грешный Но творит Милостыню И делает Добрые дела Ухулители Просто Ну Заграждается Уста Они не могут Ничего сказать Потому что Дерево Узнается По плодам А что такое Плоды А вот это Добрые дела Соделанные В духе Святом Надо не забывать Еще добавлять Потому что И Грешники Тоже делают Добрые дела Но Делают Это Может быть Ради Счиславия Или Ради Той же Корысти Или Я думаю Что Эти священники Просто Не ожидали Такого Что После того Что они Все сделали Для того Чтобы скрыть Что Хрюк 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 Где Вот Как Ну Я думаю Что Вот Игнать Иханович Проехал Там По Мусульманским Страхам Но Это Мое Конечно Метнение А Если бы Он Там Остался И Стал Букроповед А Пока Он Там Проехал Короткое Время Там Находил Собственно Говоря Еще Не Определились Что Он Из Себя Представляет Вот Когда Он Начал Обращать Эти Мусульман Когда бы расклад уже получился за другой, там бы начались принимаемые домашние. Ну как-то сейчас это моё место. Да. Ну и сейчас они пока ещё не были готовы, что отведить, потому что это всё было неожиданно. А Бог уже знает, он уже привёл Петра и уже обратилось только на войну. Ну что, продолжим. 15-22 стихи. Вячеслав, читайте. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо. И мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы боли не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ. «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». Толкование. «Почему не приводят священники их к Пилату, но судят их сами? Потому что стыдились и краснели за прежнее, и опасались, чтобы апостолы не обвинили их». За что за прежнее они стыдились и краснели? У кого какие мысли? Они, когда к Пилату приходили и говорили, не переделай табличку, не пиши царь иудейский, но напиши он называет себя царем иудейским. А Пилат говорит, что написал, то написал, идите, надоели вы мне уже. И они, наверное, ничего не смогли сделать-то. Им-то надо было, чтобы все поняли, что он себя провозгласил царем-то. Самозванец. А Пилат сделал и написал, царь иудейский. И все распинают и все царя иудейского. И вот и сейчас получается, что они своего царя распяли. Так и получается. И в России тоже своего царя-помазанника Божия расстреляли коммунистов. И все. И в церкви стали архиереи в погонах. Видишь, какие гонения были страшные и ужасные. История об этом, слава Богу, не умалчивает. Все сейчас это уже доподлинно известно. Может быть, слава Богу, что мы не живем во времена гонений. Но те, кто эти гонения пережил, когда невозможно было Библию как бы считать. Это было вот совсем недавно. Моя мама мне рассказывала, когда меня крестила в детстве. Ее вызывали на допрос. А зачем ты это сделал? Она с дерзновением сказала, что я плохого сделал. Я говорит, кого-то убила или ограбила кого. Они ничего не могли сказать. Действительно, что плохого крестить? Но идеология. Воскресение Христа, Он не воскрес. Не надо об этом говорить нам. Если Он воскрес, так это и мы воскресим. Вон укрались или там и будь здоров. А каяться-то неохота. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Не хочется вылазить из-за грязи. Хочется жить для себя, в своем эгоизме. Купаться не для людей, не для Христа. Поэтому их можно тоже понять. Возлюбили более тьму. И когда прожектором на этот змеиный пучок совокупляющихся змей светит, Конечно, эти змеи сразу шипят и хотят, чтобы свет потух. Против обличения. Обличение это луч прожектора, когда говорит, что вы распяли Христа, вы руками беззаконников. Кому же это понравится? Конечно. Но другие сказали, что нам делать? Мужи, братья. Покайтесь. И докрестится каждый вас. И получите дар Святого Духа. То есть путь к покаянию не преграждается никому и никогда. И те, кто другого обвиняет, то есть судит, то есть тем самым он преграждает путь, пока этого делать категорически нельзя. Нельзя. Это грех. Не судите, написано, да не судимы будете. Но здесь не точка. Там стоит запятая. Ибо каким судом судите, там и вас судить будут. Лицемер, что ты судишь? Брата своего. Бревна в своем глазе не замечаешь. Тоже там не точка. Вынь прежде бревно из своего глаза. Потом узнаешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть, если ты избавился от пьянства и видишь пьяницу, ты подойди и скажи, брат, вот я избавился, за меня Христос умер. А ты пьешь до сих пор, как тебе не стыдно? Это будет осуждение или по любви он его обличит? Конечно же по любви. Ну а тут ответ очевиден. А когда он сам пьет и других учит, а у самого род в вине, а других учит, конечно, кто же ему поверит? Дописание написано, но и обличайте. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. То есть, я не грешу, я не пью, не курю, и мне теперь ни до кого дела нет. Мне на всех наплевать. Хоть вы там запейтесь, что я вас буду обличать? Вы меня еще костылем да по башке долите. У меня было такое. Я пришел в храм, просто нищие стоят. Просто нищие у храма стоят. Я просто нанес, навел на них камеру. Есть на нашем форуме ролик. Таких матьков я услышал. Ничего вообще не сказал. Просто луч света навел на них прожектор. Чтобы все увидели в интернете, что они стоят. Забесились люди. Очень часто мы в благовествии снимаем. Многие нормально относятся. Многие прям готовы камеру эту сажать. Зачем? Что им движет? Какой дух? Да, Михаил. Господь сказал, что вы очень ненавидимы. Ненавидимы теми за имя Мое. То есть, получается так. Вот мы сейчас на Викторе, в книге Деяния видим, что за имя Иисуса Христа. Они им приказали не говорить ничего. И до сегодняшнего дня яудеи и другие игреи из других солен. Они не уверовавшие, они терпеть не могут эту вину. И как-то Эльзер у них там запрещает, что вообще упоминались. И упоминалось имя Крюкова. И ненависть от чего идет? От того, что будем отблаговестить. Если будешь говорить о Христе, о том, что Он сделал. И на своем еще примере, то на примере близких твоих уверовавших показывают, что Он сделал. Как удивило жизнь этих людей. И как они уверовали, как они воспрестили из мертвых, через покаяние, через приход в церковь. то это как раз и вызывает нетерпимость этого. Вот это и есть за имя Его. Я так понимаю. Ну конечно. То есть человек знает, что тебя будут гнать, что тебя будут поносить. И тем не менее, он идет и обличает и благовестует. Вот Вячеслав говорит, Андреев. Вот Вячеслав спросил, а надо ли обличать. Вот в притче 9.8 написано. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Вот тут в одном стихе и обличай, и не обличай. А как узнать, кощунник он или мудрый? А обличи узнаешь. Если он тебе в ответ начнет огрызаться, значит он кощунник. А кто такой кощунник? Свято-татит. Татит овер. Святость ворует. У меня отец мачевый, выпивали. У вас до этих приглашали, а я уже умер. Ну-то я прихожу к нему тогда. А Андреев подстроил открытые. Дулочки стоят, вот все. Позвольные гости приглашенные. Как только я захожу, чувствую какой-то неловко. Среди гостей приглашенных или их. Да будто это... И они не знают, что говорить. Они это... Я понимаю, что им это стыдно. И я чувствую себя в этой стоялке. Только просто в это... Я прихожу, потому что я перестал пить. Я не курил вообще-то. Ну, в общем, стал в церковь ходить. И суть химик уже даже просто от того, что ты пришел, уже отвечает. Они что-то делают не так. А... Человек поверил даже своим поведением, своими новой жизнью. Он уже обличает тех, кто остается грудниками, развратниками, и так далее, и так далее. Просто даже своим присутствием ты уже это... Напоминаешь им, что они неправильно поступают, неправильно делают. Им это от этого становится неловко и неуютно. Им бы хотелось от тебя избавить. Да, вот Лена улыбается. Платок одела на работу. И сколько она получила там? Два дня там над ней и не насмехались, и издевались. Чего, говорит, ты не замерзла? Уже шапку надела. Лесо, жара такая. И вот тут... Каково вот такое вот тоже. А она молодец. Не сняла платок. Выстояла. Достойно хвалы. Своим видом, да. Вот мы бороду мы... Платок-то его снять можно, там другое дело. Пошел в гости как-то в карман засунул, конечно. А бороду его не отцепишь. Она везде-то везде с бородой. И сколько я за бороду тоже за это получал. И козел, и все. И пошло, и поехало. Дикообраз. Все, с этого начинается. Внешний вид. На работу не берут еще. На работу не берут, да. Охранником устраивался, надо в галстуке. Говорю, я не ношу галстук. Зарплата хорошая. Не пошел. Думаю, пусть буду лучше как-то там перебиваться. Не пойду я. Галстук эту... Иодину удавку с указателем на ад не буду я носить. И бритис должен быть. Нет. Сейчас у меня на работу очень хорошо. Очень хорошо. Даже так ведь и сам не попался. Мы видели, господи. Ну... Но ты там свидетельствуешь, Лель? Как могу. Как могу, свидетельствую. То есть, они хорошо относят. Ты начни на их негрехи указывать сразу отношения. Ну, с одной стороны, видишь, она же вот как... Да. Была такая же вот как... Ну, может быть, не совсем такая же вот. Ну, во всяком случае, внешне. А то человек изменился, но они видят, что он не только внешне изменился, а он и внутренне поменялся. Просто выкоси точно быстро, взять косу и выкосить всех вокруг себя. А другое дело хоть дать... Каким-то там... Не то, чтобы я лезь ему беру, мне это не надо. Свои работы там, с погнением, добром, с любовью. Ну, Лен... А на грехи тыкать, я думаю, что мы сами на этом не будем. Да ничего. Тыкать на грехи. Не тыкать на грехи неправильно, а указывать с любовью. Ты говоришь, тыкать на грехи надо. Написано, не участвуйте в бесплотных делах тьмы, но и обличайте. Прямое повеление. То есть, если мы будем людям не говорить об их грехах. И все, и написано, горе вам, если все будут говорить о вас хорошо. Горе, Леночка. То есть, если все тебя на работе любят и все на работе... Не должно быть так. Кому-то ты должна перейти дорогу обличения. Не все же там мудрые на работе у тебя. Если все мудрые, да, написано, обличай мудрого, он возлюбит тебя. Ну, значит, у вас общество мудрецов там собралось, все тебя любят за обличение. Или ты не обличаешь вовсе. А вот над этим надо задуматься. Я просто поведаю своим видом и своей работой. Христам. А выпасить я всегда посмотрю. У меня будет один день. Я возьму все, и у меня никто слушать вообще не будет. Да, Михаил. Вот я работал на железной дороге, и там я участвовал в воровстве. В воровстве? Да. Мы это выдавали рельсы и шпалы. И поезд запоздалый, как стихи. Прости. Ну и что получилось? Совесть меня на сколько стала обличать, что я уже не выдержал. Просто уволил, а после работы. И с прежним своим товарищем, коллегом, я говорил так, что вы ребята. Я им говорил, мы воровали. Воровать не надо. Вы видели, что я делал с вами? Я воровал так же, как вы. Теперь я перестал. Я перестал воровать. У меня совесть теперь не обличает, не мучает. Я живу спокойно. А вы вороват. Вас совесть обличает. Ну и так далее. Ведь мы приходим в церковь. Наши грехи могут привидеться и посторонние. И часто бывает такое, что говорят, а-а-а, пила там, будила там, еще что-то такое. И в церковь стала ходить, грехи отмаливая. Отмаливая. Что же в этом плохого, конечно? Потому что церковь, она не заправлена туда грехи. И мне вот приходится постоянно напоминать, допустим, о своих грехах, которые видят мои грехи. Ну и не в церковь, которые я лично ставил. Я, конечно, об этом не делаю. Я могу спокойно сказать, что я, да? Ну, такой же, как все события не тянутся. Ну, вор вор. Я вор. И ты вор. Потому что ты еще воруешь до сих пор. Отстань от этого греха. Потому что пойдешь вор. Ну, именно так. То есть, ты бревно из своего глаза вынула. Теперь знаешь, как сучок в глазе брата вынуть. Ну, пусть даже не брат, но все равно потенциальный брат. Я обличаю. Обличаю. Я обличаю. Но ты не боишься, что ты... Михаил. Ты вот не боишься, как Лена, что вот своими обличениями ты всех вокруг себя выкосишь. И вообще у тебя слушателей не будет. Ничего подобного я... Я обличаю самого себя, понимаешь? Я обличаю того, который был тогда вором. Да, 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 да. Скажи, насколько я был отвратительным. И насколько я был далек от спасения. И вообще от правильного. Я же не только их обличаю, но и себя самого. Да, да, да. Я вспоминаю... Да, сейчас, Вячеслав. ...и мне боль, что я так говорил тогда. Я тяжело даже. Вячеслав, говори. Ну вот, Слово Божие нам говорит, что мы должны... Должны даже обличать брата, если он согрешает. Но нужно ли обличать человека, который вообще там... Либо в Бога не верит, или верует... Ну... Наполовину верит, и не читает Библию, и ничего не знает. Потому что он посмотрит на тебя, там... Скажет, ну вот ты воровал, там... Перестал он воровать. Молодец. Ну там... Это высокое, да, хорошо. Ну, а ради чего я буду переставать это делать? То есть, какой смысл ему отставать от греха, если он не понимает, что есть суд Божий, что он будет от нам отвечать за это все? Ну, смотри, Слав. Если ты ему не скажешь, он останется во грехе. Если ты ему скажешь, есть вероятность, что он от этого греха отстанет. Вот в этом-то и есть любовь. То есть, если ты молчишь, то тебе на него наплевать, и ты его не любишь. Ведь любовь заключается в спасении ближнего от грехов. Только в этом, а не в том, что там... Сказать, какой ты там... Хороший, добрый человек. По головке его погладит. Я согласен, но если человек Бога не знает, зачем он будет отставать от греха? Зачем? Да тебе... Ну, так ты ему расскажи о Боге. Вот с этого-то надо и начинать, а не сразу обличать всех, как будто выкашивать-то. Благовествовать, это одно дело. А когда ты обличаешь неверующего человека, это тоже одно. А когда ты брата обличаешь, это совсем другое. Брат понимает, что ему отвечать на суде за это. Ты его обличаешь, и ему сразу приходит это на ум. А если ты обличаешь человека неверующего, то он смотрит на тебя, как на дурака, и думает, а что брать, я тут буду это не воровать. Мне нравится. Нет. Нет, ты не забывай, что у людей еще есть совесть. Бог есть Бог, а есть совесть. И совесть, она первичнее Евангелие. Она была еще до Евангелия. Евангелие к стыду нашему написано о Боге. Ещё Ветхого Завета не было, а уже совесть была. Если говорят, я Бога не верю, а верю в себя, чтобы поступать с человеком так, как хочешь, чтобы поступить с тобой. И всё, и на этом всё. Больше не надо мне ничего говорить о Боге. Ты будешь обличать этого человека и говорить о том, что он и так знает препятствия, что он будет поступать так, хочешь, чтобы поступали с ним. А он без связи. Ну, кто он не может? Ты просто будешь ему на горло наступать, и всё. Ты можешь только своей жизнью доказать. Тем более они видели, какая я была. Поэтому всё ухняется. Ты либо благовествуешь, или обличаешь. Это две разные вещи. Если человеку нужно, он услышит и будет. Где покой, где радость, где чистота. А где если ему хорошо вот в этой свинячей луже? Ему хорошо ведь. Где-то слышишь, и матерки каждый день они перед глазами. И хула бывает на Бога. Когда бывает, и скажешь, что не смейте так говорить. Поэтому тут бесполезно. Тут обличать сразу. Ну, написано же, если не внемлет, значит, отвращайся от его, и всё. Вот для нас. Да, Михаил. Я тебе могу сказать что? Вот я стою, и со мной рядом с этим человеком перится. Что я ему должен сказать? Промолчать, спокойно выслушивать, сматывать, боясь его обличить. Сказать ему что-то. Или ему прямо сказать? Не матерись. Ну, это да. Это всегда скажешь. Я даже в электричке скажу. Не всегда скажешь. Бывает, что начальник матерится, а ты это поешь и думаешь. Сказать не матерись. А я слышу массу. В электричке, если, например, парень сидит, матерится, то я ему уговорю, тебе милицию вызвать, или ты сам перестанешь ругаться. Это нехорошо. Крупные женщины и дети. А мужчина, когда я выхожу в тамбор, говорит, зачем мы девушкам сказали? Он сейчас выйдет и будет дальше продолжать материться. Он не замолчит. Хотя парень сказал, благодарю вас. А то я, говорит, даже не заметила. Я разговаривала по телефону и не заметила, что вы рядом сидите. То есть, совесть есть у людей. Есть. Но к ней надо подходить. Вот эти вопросы. Сергей, как раз мы должны быть. То есть, мы пришли к тому, к чему и должны были прийти. То есть, бессовестных людей на самом деле нет. У всех есть совесть. Она заглушена грехами. Если человеку говоришь об этом грехе, совесть просыпается. А бывает просыпается ненависть. Я бы не осознала. Если, например, это не касается меня. Человек идет и грешит. И он меня не спрашивает. Куда же можно ему это делать? Нет. Я ему скажу, стой. Не ходи туда. Это грех. Да они мне скажут, о чем? Какой грех? Он идет и делает. Я его не остановлю. Он пойдет и сделает. Потому что меня это не касается. Я скажу, тебе какая разница? Ты решил вас спастить? Спасай. То есть, это бесполезно. А если я буду постоянно всем об этом говорить? Это будет бесполезно. Да постоянно и никто тебя не заставляет говорить. После первого и второго выразумления, еретика отвращайся. Но первое и второе выразумление это должно быть. А потом отвращайся, ты видишь, что он уже, ну, погряз. Все. А... Я вас именно хотела сказать. Да. Можно и... Дадите слово. Дадим. Пожалуйста. На эту тему, когда нецензурно выражаются часто люди, едешь в автобусе или на остановке стоишь, и мне приходилось часто говорить. Вы зачем такие слова говорите в Библии? И написано проклят человек, кто говорит такие слова. Они говорят, ой, это для связки слов. Простите, бабушка, мы больше не будем. Как будто бы так. А некоторые... Некоторые люди говорят, для связки слов же. Я говорю, какой бедный лексифон у вас. Для связки слов такие нехорошие слова говорите. Ну, и приходилось часто очень говорить об этом. И... Но это не значит, что обличили, а просто хотя бы предостеречь длину. В общественном месте вообще нельзя говорить такие слова страшные. И еще не надо впутать обличение и осуждение. Потому что если человек идет на греха, то ему говорят, ты при любодей, все, тебе горит в воду. То есть, либо ты ему говоришь, что подходит в разных подход. Ты можешь его просто до конца жизни поставить в штанг. Ты при любодейка, все. И ты... Все. И просто у женщины тут суд происходит. Или на самом деле ты совершаешь грех. Это две совершенно разные вещи. То есть, подход должен быть по-разному. Тут, не знаю, тут как-то все действительно осторожно надо делать. И люди, они... Я скажу, у меня очень много неверующих. У меня целый цех мужчин, которые сидят на лавочках. И... Что говоришь, они прекрасно знают, что я верующая. Прекрасно знают, что... Слова, которые есть, и ранят меня. Я это чувствую, что это неприятно. И вот есть совесть у людей, они нет и говорят, а есть говорят. И эта совесть, она даже без моего обличения, она срабатывает. Если она есть, то есть мы ее муты. Да, Михаил. Муты 1-23. А других страхом спасаетесь, дорогая изо меня. Обличаетесь же со страхом. Улучшает даже одежду, которая... Как вот. Да, Вячеслав. Благоразумно, чтобы спасать все случаи. Да. Каждому человеку просто... Ну, подождите. Что такое со страхом? То есть ты начинаешь угрожать человеку. Адом. А? Что значит со страхом? Не со страхом. Ирина просто пишет. А других страхом спасаетесь. Соргает за огня. Обличаетесь же со страхом. Улучшает даже одежду, которая... Не находитесь на охот. Соргает за огонь. Соргает за огонь. Неверующий человек не боится Бога. Они не боятся Бога. Они в Него не верят. Это бесполезно говорить. То есть они не верят. А я не верю. Мне вообще ничего не надо. Кто там? Кто там? Кто там? Что там? О! О! Виктор Николаевич, скажите что-то нибудь. Ну вот прозвучало слово от сестры Дины, бесполезно, но бесполезно. Написано в Евангелии от Иоанна, «Дух святый, придя, влечит мир о суде, о правде, о грехе». Если у нас есть Дух Божий, то мы обязательно будем говорить о том, что перейти ад. Но это надо по обстоятельствам смотреть. Все правильно говорите. Никита здесь говорит его, что по обстоятельствам. Что такого человека нет ад. Ну это надо с любовью, естественно. Все это верно сказано. Но обязательно какой-то подход ты будешь находить. Вот фильм, сейчас не помню название, «Баптисты». Вы давно еще смотрели. Он едет за рулем, едет к такому человеку, который неверующий и молится. За рулем. Господи, помоги мне подобрать такие слова, чтобы к сердцу они легли. Помоги, Господи. Как сказать? У нас у православных это мало, так сказать, распространено. Как сказать? Услышал такой человек материться? Может быть не сразу. А Господи, помоги. У меня небольшой опыт есть. Я в 2002 году в больнице бежал. Грыжа была. Ну и, конечно же, мужчины, которые болеют обычно, у них там желудок, пили много. Операция на желудок. Кого там половину, треть удалили. И матершинники. Я про себя молился. Как мне с ними беседовалось. И стал беседовать. В моей палате никто при мне не матерился. Не то, что я, как бы, так это насильно, что ли, давил на них психологически. Нет. Просто вот молился, за меня молились, там братья ко мне приходили. В воскресенье 18 человек пришло. Это вот что значит община, семья духовная. 18. И иногда в шутку скажу, иногда всерьез. Из реанимации привезли те мужчину. У него сильные боли. Ему медсестра обезболивающая подходит и вкалывает, собирается. А я так вот у тебя говорю, вы поставьте ему, чтобы он не ругался, чтобы не матерился. Но он потом не стал. Вот такой как-то Господь дает подход к людям. Обязательно, если у нас Дух Божий, мы будем в обличении. Иногда это внешним видом, да, это правильно. А иногда и надо сказать, и не промолчать, написано проповеду вовремя и не вовремя. Не вовремя, как бы в миру, мне кажется, неприлично говорить, а нам надо сказать. Потому что момента может быть и не быть другого, понимаете. Вот опять же, яркий для нас пример, Игнать Тихонович, сколько мы с ним были, братьев, кто с ним ездил, или ходили куда по организациям Барнауки, или миссионерские поездки. Вроде бы сказать как-то, ну, по-мирски не надо бы это говорить. Он говорит, потому что полмомента не будет. Для нас яркий пример. Мы были в Корчене, и там была беседа у Алексея Семеновича. Игнать Тихонович сказал как раз о Боге, разговаривая с женой его, в Наталье, которая не верующая. Ну, сама по себе, по-мирски хороший человек. Вот, но он засвидетельствовал, потому что, может, другой встречи не будет. Так вот. Ну, так. Поэтому не бесполезно. Но надо иметь рассудительность. Рассудительность в Духе Святом. Я бы так сказал. Не мирзко. У меня был момент, когда я... Так, Лена, подожди. У нас время 8 вышло. И братьев нужно с камерой проводить, отпустить. Сейчас мы... Так, мы еще продолжим полчасика, или... Будем расходиться, у кого как. Да, ну, у меня предложение. Мы читаем Деяги Святых Апостолов. Есть стихотворение, Игнать Тихонович, от служения апостолов. И к тому же еще не просто стихотворение, а песня. Идите в мир, родцы, бессмертных душ, всем проповедуйте Евангелие всюду. Среди семи святильников, великий муж, нет куда большего, чем воскресенье чуда. Можно даже пропеть, если... Не против. Не против. Не против. Когда? Сейчас или попозже? Давай попозже, сейчас братьев проводим. Хорошо, пока снимет на камеру. Или на камеру снимешь? Да. Как идти уже? Хорошо. Я-то я приготовлю. В первую. Восемь надо, наверное, идти. Давай идти уже. Давай сейчас послушаем. Да. Играет глупо. Возьмем. Восемь надо, опять. Я не апостол, сплошное обличение на православные Надо бы нам сравнить, какой мы веры, что же за учение Нам заповедано от Господа твоей Читая посрочно первую главу, еду во след учеников крестовых Шум многих, вот их проповеди, звук Приверженцев приобретает новых Приверженцев приобретает новых Идите в мир, ловцы бессмертных душ Всех проповедуйте Евангелие всю Тридцати святильников велики Можешь, есть чудо большее, чем воскресенье чудо Есть чудо больше вам, чем воскресенье чудо На крышах ветер молотна не видно Корнилий не приходит и слух не присылает В сосудах ни вино, варенье и повидло А в проповеднике заменены ослами Одно единственное общее стремление Один всепотопляющий пожар Всем возвестить крестовое искупление Бесценный благодатный дар Бесценный благодатный дар Идите в мир, ловцы бессмертных душ Всем проповедуйте Евангелие всюду Среди себе святильников великий муж Не чудо больше вам, чем воскресенье чудо Не чудо больше вам, чем воскресенье чудо И проповедь понятна На цели планеты Потопа исцеляющей воды Растапливало лёд И приходило лето И оживали мёртвые сады Молились вместе к господину роды Прислать скорее килогрель в пуме Рождались общины, возникали братства Их называли хлебом жизни с солью Их называли хлебом жизни с солью Идите в мир, ловцы бессмертных душ Всем проповедуйте Евангелие всюду Среди себе святильников великий муж Не чудо больше вам, чем воскресенье чудо Не чудо больше вам, чем воскресенье чудо День сегодняшний пископ приезжает Подразумевается апостольский прием Богослужение сразу Всегдашним урожаем Незёт на полные пыли Кмекина и веник Прочитали 28 глав А срочно с рассуждением Сравнение Сравнение И если правы мы, тогда Христос не прав Не проповедить у нас, а уст на мое пение Не проповедь у нас, а уст на мое пение Идите в мир, ловцы бессмертных душ Всем проповедуйте Евангелие всюду Среди себе святильников великий муж Не чудо больше вам, чем воскресенье чудо Не чудо больше вам, чем воскресенье чудо Идите в мир, ловцы бессмертных душ Всем проповедуйте Евангелие всюду Среди себе святильников великий муж Не чудо больше вам, чем воскресенье чудо Ни чуда большего, чем воскресенье чуда Ни чуда большего, чем воскресенье чуда Слава Христос! Это как раз приложение к тому, что мы с вами говорим Деяния святих апостолов Я напомню, что Иоанн Златоуст на одно название только шесть, если не ошибаюсь, шесть проповедей говорит Это вообще деяния святого духа, людьми деяния, которые движены святым духом Вот нам ориентир, как нужно поступать Здесь каждое слово, каждая буковка нам показывает, что нести благую весть нужно Вовремя и не вовремя, как говорит апостол Павел Мы видим на примере дивных святых мужей, что они несли благую весть и в годы гонения И в мирное время, тем более, отнести Какие герои веры были Вот на примере Игнать Тихоновича, опять же, это у нас яркий, живой пример, с которым мы соприкасаемся Говорим с ним, беседуем, пока он еще жив Вот, как нужно нести слово Божие Как в тюрьме он молился и разговаривал, за ним становились люди То есть они в этот момент, чем глубже скорбь, тем ближе Бог Их выхода не было, только как к Богу обращаться Он влек их У него даже есть еще стих, а я музыку придумал Что влечь других к спасению То есть это факел, огонь, чтобы зажечь другого А если просто без огня, мисс сможет зажечь Это все, аминь Аминь Ну что, помолимся, давайте, сейчас, братья, отпустим Достойная сякова истину, блажит Витя Богородицу Пресно блаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувин И славнейшую, без сравнения с Ерафием Без истления Бога, Слова Родшую Сущую Богородицу Тя величаем Господи, благодарим Тебя за это братское общение Слава Тебе Распусти нас с миром Хвала Тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь Я пока не отключаюсь Вы пока тоже